Возможно, теперь мы можем взглянуть на так называемую дипломатию, которая происходила в последнее время, на какую-то реальную дипломатию, а какую-то не очень. На самом деле, прошло уже довольно много времени с тех пор, как мы с тобой разговаривали, Скотт. Так что, конечно же, есть саммит Лиги арабских государств, на котором у вас был Башар Алясад, я вернулся сюда после того, как Сирия была реадмиссирована, и это был замечательный момент. И все же у вас там был Зеленский, довольно странно, и он читал лекции арабским странам, говоря им, что им нужно противостоять России, и что Украина знает, каково это быть колонизированным, и все это действительно чушь собачья. Но совсем недавно, буквально на прошлой неделе или около того, у вас была делегация африканских стран, по-моему, в нее входили семь высших руководителей Замбии, Южной Африки и многих других стран. Южная Африка возглавляет миссию Африканского Союза, и тут произошло нечто очень любопытное. И я хочу воспроизвести твит с подробным описанием того, как у вас был задержан начальник службы безопасности президента Саро Ромофоса в Польше. А затем они не смогли проникнуть в воздушное пространство Венгрии. Венгрия не разрешила бы им туда войти. И вот таким образом Ромофоса оказался в Киеве без особой охраны. Но я хочу воспроизвести это видео и посмотреть на твою реакцию, Скотт, потому что именно это и происходило на протяжении всего конфликта. Когда предпринимались законные попытки создать условия для мира? А еще у тебя есть Украина, Украина, так называемые союзники, и, конечно же, Соединенные Штаты и страны НАТО, все они препятствуют этому. Так что я просто хочу очень быстро воспроизвести это видео со сценой того, что произошло, и посмотреть на твою реакцию. Этот самолет находится здесь с тех пор, как мы прибыли сюда вчера, днем примерно в половине второго пополудня. Они так и не смогли перебраться в Киев для того, чтобы отправиться защищать президента Ромофоса. Вали Руэда, глава подразделения охраны президента, буквально вчера заявил, что они находятся в значительной степени в подвешенном состоянии. Польское правительство не сотрудничает с ними, и они фактически сокращают количество сотрудников Службы безопасности тюрем. Вчера вечером они действительно пытались вывезти для нас оружие из груза самолета, чтобы высадиться с этого самолета, но они пригрозили конфисковать оружие по вопросу о пирамидах. Так вот, на данный момент, Элден, мы летим этим рейсом уже более 22 часов, и нам не разрешают сойти на берег. Сейчас нам сообщили об этом, и наши паспорта забрали для оформления. В конечном итоге мы можем вылететь в резерву, и в конечном итоге попасть в Россию позже в тот же день, чтобы успеть на завтрашнюю встречу глав африканских государств с президентом Владимиром Путиным. Если хочешь, я покажу тебе некоторые условия, в которых находится этот самолет. По сути дела, мы здесь спим. Например, это была моя кровать в течение последних 48 часов с тех пор, как мы покинули Южную Африку. И фактически со вчерашнего дня, с тех пор, как мы прилетели, я здесь не спал. Другие коллеги спали на этих креслах этого самолета. У нас есть только два автомобиля, которые являются прицепами, которые мы используем как для мужчин, так и для женщин на этом самолете. Это так и есть. Так что вы получите представление об этом. Во время поездки в Россию у нас не было никаких подобных неприятностей. Россия была очень сговорчива по отношению к африканской делегации. И все же в течение довольно долгого времени наблюдался своеобразный контраст. Я хотел бы знать о твоей реакции, Скотт, на это, потому что для меня это было просто символом того, что происходило в этом конфликте с самого его начала. Давай просто начнем с этого конкретного инцидента. Я не знаю всех подробностей. Я действительно знаю, что есть некоторые люди, которые симпатизируют польскому правительству, утверждая, что этот самолет приземлился не в том аэропорту. У него не было соответствующих документов, и что они отказывались сотрудничать. Возможно, это просто поляки придумывают какие-то отговорки. Мы точно знаем, что Польша не является поклонницей этих мирных инициатив, и поэтому нам также известно следующее, поляки одни из самых российских народов в Европе. Мы знаем об этом потому, что в момент начала этого конфликта в Украине училось несколько африканских студентов, которые пытались бежать вместе с другими украинскими беженцами в Польшу, но их остановили на границе, потому что они были чернокожими. Результаты опросов общественного мнения просто откровенно расистские. Так что я думаю, что необходимо провести дополнительное расследование. Но ты должен понимать, что с историей расизма людям позволено предполагать, что действия, предпринятые в отношении службы безопасности, были расистскими с точки зрения их намерений, а также разрушительными для попытки сорвать мирный процесс. Так оно и есть на самом деле. Послушай, есть только одна страна, которая активно стремилась к урегулированию этого конфликта путем переговоров, и это Россия. Россия добивалась этого с помощью минских соглашений с 2014 года вплоть до начала конфликта в феврале 2022 года. Россия постоянно повторяла, «Пожалуйста, выполняйте минские соглашения. Если вы будете выполнять минские соглашения, все это исчезнет». Но теперь мы знаем, что украинцы, немцы, французы рассматривали минские соглашения не более чем как обман. Они были задуманы для того, чтобы обмануть русских, и выиграть время для создания украинской армии, способной проводить наступательные операции по урегулированию ситуации в Донбассе. Многие люди не знают, что в преддверии конфликта России Украина вели активные переговоры, чтобы предотвратить войну. Это Россия говорила, «Послушай, мы не хотим этого делать, но таковы наши условия. Тебе нужно сказать, что ты не собираешься вступать в НАТО. Тебе нужно избавиться от части этой инфраструктуры НАТО, которую ты создал. Тебе нужно сделать все возможное, чтобы сделать X, Y, Z. Но в обмен ты знаешь, что Донбасс будет независимым, но будет проведен референдум, чтобы решить, в какую сторону они хотят идти. Крым будет принадлежать России, но в остальном все будет круто». Украинцы отказались от этого в последнюю минуту, заявив, что им удалось одурачить русских. Но даже когда русские начали специальную военную операцию, цель специальной военной операции не состояла в том, чтобы оккупировать Киев или уничтожить Украину. Она состояла в том, чтобы заставить украинцев вернуться к переговорам, от которых они отказались. Именно этого и добивалась Россия. И мы знаем об этом, потому что в Гомеле, Беларусь, было проведено три переговоров. В Турции были проведены дополнительные консультации, которые привели к запланированной на апрель встрече российской делегации с украинской делегацией, результатом которой могло бы стать заключение мирного договора, который положил бы конец конфликту. Откуда нам это известно? Эта африканская делегация встречалась с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, и там, где они говорили о важности ведения переговоров, Путин сказал, просто чтобы вы, ребята, знали, именно это мы и пытаемся сделать. И он предъявил документы, подписанные украинцами, в которых говорилось, да, мы в принципе согласились на это. Давайте соберем окончательные делегации, чтобы окончательно доработать этот вопрос. Украинцы ушли под давлением, оказанным на них премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Но русские с самого первого дня добивались урегулирования этого конфликта путем переговоров. И вот еще что. Ирония судьбы заключается в том, что мирный договор, предложенный Украине 1 апреля, в значительной степени соответствует тому, чего украинцы хотят сейчас. Русские уходят из Керзена, русские уходят из Запариси и все такое прочее. Подумай о 350 погибших украинских солдатах. Подумай о 20 миллионах перемещенных украинских гражданских лицах. Подумай об ущербе в триллион долларов, который был нанесен украинской инфраструктуре, и обо всем том, чего можно было бы избежать, если бы украинцы просто добросовестно вели переговоры. Но они этого не сделали. Единственная сторона, которая добросовестно вела переговоры, это русские. Но я думаю, что день переговоров подошел к концу. Я думаю, что русские больше не стремятся усадить Украину за стол переговоров. Сейчас они стремятся к тому, чтобы Украина совершила стратегический подвиг. Именно так изменилась эта война. И разница между российской целью добиться стратегического подвига Украины и украинской целью добиться стратегического подвига России заключается в том, что только одна сторона действительно способна достичь желаемого результата, и именно Россия способна нанести решительное поражение Украине. Что и происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Украинскую армию пережевывают, выплевывают, и у них нет возможности заменить эти войска достаточной подготовкой или оснащением, чтобы оказать значимое влияние на поле боя. Эта война подходит к своему заключительному завершающему моменту. Не мог бы ты рассказать о том, о чем ты говорил на протяжении всего этого разговора, ведь эта тема всплывала время от времени. Что же такого особенного в Украине? Мы знаем об этом с 2014 года, даже до того, как Соединенные Штаты начали активно вмешиваться в дела этой страны. На самом деле в украинском правительстве ничего не происходит без участия Соединенных Штатов, большой подготовки, большого влияния на украинское правительство. Но даже в этом случае не могли бы вы поговорить о том, что сейчас такая реальность действительно ясна, ее трудно избежать. Даже западным основные средства массовой информации действительно могут избежать тех разрушений, которые сейчас происходят. А также вот эти примеры того, как Украина просто отвергает любой мирный процесс, а Россия и эти африканские страны, страны БРИКС, Китай. Все эти страны делают все возможное, чтобы создать условия для мира. А Украина чаще всего является самым громким оппонентом. Так что же в этом хорошего для этих марионеток, можете называть это как угодно, для этого политического класса, который стоит у руля этого конфликта. Что в конце концов им от этого будет, потому что мне кажется, что это действительно опасно. Мы говорили о проблемах с людскими ресурсами, о проблемах с системами вооружения. Мы говорим о возможной ядерной конфронтации в будущем из-за всех этих ограничений, которые выходят на первый план. Так что же им от этого будет? Это просто кажется абсолютным абсурдом. У нас нет даже намека на то, что, может быть, нам вообще нужно сбавить обороты. Мне просто кажется, что этот процесс ускорения этой войны, ускорение неизбежного, по-видимому, с наибольшим энтузиазмом, продвигается украинской стороной. Что касается украинцев, то у этой проблемы есть два аспекта. Мы начнем с тех, кто не является нацистами, со среднестатистического украинца. Им сказали, что Украина собирается стать членом НАТО, и, следовательно, они получат эти гарантии безопасности от России, став членом НАТО. Им также сказали, что их пригласят в Европейский Союз, и поэтому они видят процветающую Украину, подключенную к остальной Европе. Что Украина, наконец, станет европейской нацией, которой всегда хотели относиться как равной, получить уважение. И для многих украинцев они звучат примерно так, да, именно этого мы и хотим. Если мы выберем путь России, который, конечно же, выбрал Виктор Янукович, он откажется от вступления в ЕС. Он сказал, нет, мы будем держаться вместе с Россией. Многие украинцы верят в то, что это просто сделает нас вечным младшим партнером. А мы вовсе не хотим быть младшим партнером. Мы хотим быть сами по себе, знаете ли, ведущей Украиной, могущественной нацией, частью Европейского Союза, где, как мы считаем, мы могли бы доминировать. Так что здесь многое из этого происходит. Существует также тот факт, что этот конфликт является единственным путем к власти для бандеровцев, для нацистов. Эти люди составляли меньшинство, большинство в Западной Украине, но меньшинство по всей Украине. Но они смогли использовать беспорядки, вызванные Соединенными Штатами, для продвижения событий, которые привели к движению Майдана в Киеве в 2014 году. Они смогли использовать это для того, чтобы превратить свою готовность совершать акты насилия в реальную политическую власть. Даже если они не могут получить голоса на избирательных участках, это не имеет значения, потому что все, что этим нацистам нужно было сделать, это подойти, например, к президенту Зеленскому и сказать, если вы выполните минские договоренности, мы повесим ваше тело прямо там, на проспекте Степана Бандеры в Киеве. И они имели в виду именно это, вот и все. Любого члена парламента, который высказывается против них, избивают, убивают или еще чего похуже, потому что именно так и поступают нацисты. Именно так поступают головорезы, а бандерасы настоящие головорезы. Так что эта война представляет собой средство, с помощью которого нацистское движение стало мейнстримом. Потому что, я думаю, любой, кто изучал историю, понимает, что когда-когда у вас есть насилие, когда у вас есть война, когда у вас есть хаос, когда у вас есть разрушение, Их потоки, как правило, становятся нормой. А ведь эти нацисты уже стали нормой жизни. Они берут верх над нами. Они взяли под свой контроль вооруженные силы. Они взяли под свой контроль гражданское общество. Посмотри на военных. Люди, служащие в армии, теперь охотно носят эмблемы нацистских войск СС. По случаю окончания учебы они поют песни, посвященные наступлению на Бандеру. Это не люди из Азова. Это не националистические подразделения. Это основная часть украинской армии. У генерала Зулужни, их командира, в его кабинете висит портрет Степана Бандеры. Хорошо, значит, бандерасы взяли на себя управление системой безопасности. Они контролируют разведывательную службу, они контролируют Министерство внутренних дел. Они контролируют вооруженные силы и, поступая таким образом, теперь контролируют правительство. И поэтому нацистам нужна эта война, нужно продолжение этой войны, чтобы создать условия, которые, по их мнению, необходимы для рождения идеального украинца-нации. Это и есть украинская нация, свободная от заразы России. Ты же видишь, что они относятся к русским как к группе этнической неполноценности. Они называют их орками и мускалами и хотят их убить. И когда я говорю, что они хотят их убить, я имею в виду, что они хотят их убить. Мы видели, что они делают. Они затолкали их в здание и сожгли. Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме показал видеоклип, в котором было показано, что делают бандерасы. Они забивают до смерти младенцев, забивают до смерти матерей, убивают тысячи мирных жителей, загоняют людей в амбары и поджигают их. Любого, кто выйдет из амбара, скосит пулемет. Именно этим и занимаются бандерасы. Именно они послужили причиной того, что Бобби Эрр убил от 30 до 40 евреев в Киеве. Именно они устроили бесчинство по всей Восточной Европе. Именно они были теми головорезами, которых нацисты использовали для запугивания и убийства людей, и именно эти люди объявили войну польским гражданам. Волинская резня 110 года, люди убитые бандерасами с 1943 по 1944 год. Бандерасы — это те люди, к которым ЦРУ обратилась в конце во время Второй мировой войны, используя немецко-нацистскую разведку, которая руководила бандеровцами в качестве тайной силы для подрыва деятельности Красной Армии, Советской Армии, ЦРУ взяло на себя руководство этой операцией. А с 1945 по 1954 год ЦРУ вело тайную войну на территории Западной Украины, в Польше и на территории самой Украины, в результате которой погибло около 48 советских сотрудников Службы безопасности. 48 лет — это примерно то же самое, что американцы потеряли во Вьетнаме. В результате этого погибли 250 российских мирных жителей. Это составляет четверть миллиона долларов на случай, если у людей возникнут проблемы с пониманием того, о чем я говорю. И, вероятно, обойдется еще в 150-200 долларов сторонникам Бандераса. Это был необычайно кровавый конфликт, о котором никто не знает. ЦРУ поддержало это предложение. Так вот, в 1954 году, когда бандерасы были окончательно разгромлены, около 150-200 из них бежали из Украины в диаспору. Они живут в Канаде, они живут в Великобритании, они живут в Австралии, они живут в Америке. В 60 милях отсюда, от Албани, штат Нью-Йорк, находится маленькая сонная деревушка Элленвилл, штат Нью-Йорк. В Элленвилле у них есть парк под названием «Парк Героев». А в «Парке Героев» у них есть статуя, на которую можно наступить Бандери и другим нацистским головорезам, нацистским убийцам, украинским националистам. И каждое лето американские там собирается украинская община, и у них есть детские лагеря, где они носят нацистскую униформу. Они держат ногу на фотографии Бандеры. Они поют дифирамбы, устраивают факельные парады. Вот что происходит сегодня в Америке. Прямо сейчас у нас проходят нацистские парады, прославляющие главного героя Ваффен-СС Адорфа Гитлера, который несет ответственность за гибель сотен тысяч людей. А это национальный герой Украины, о котором мы сейчас говорим. Этот конфликт придал силы этим бандеровцам. Так что чем дольше продолжается эта война, тем более могущественными и влиятельными они становятся. И это является частью стратегии ЦРУ. Я пытаюсь донести до людей, что Бандерас всегда работал на ЦРУ с момента окончания конфликта. Даже когда бандеровцы потерпели поражение и бежали в диаспору, ЦРУ использовала диаспору для проникновения в Украину, чтобы держать бандеровскую идеологию в тени. Теперь у них есть некоторая помощь, в том числе большая помощь со стороны Никиты Хрущева. Ты помнишь, как в 1954 году они потерпели поражение? Около 150 из них были арестованы и отправлены в ГУЛАГ на 1015-25-летних сроках заключения, потому что они плохие люди. Но в 1956 году Никита Хрущев решил, что он собирается разоблачить преступления Иосифа Сталина, и он начал процесс осуждения Сталина. Для того, чтобы сделать это, он открыл ГУЛАГ, выпустил всех и сказал, что они являются политическими заключенными, в том числе 150 бандеровцев, которые вернулись в Россию. Украина теперь реинтегрировалась в состав Украины и с 1956 по 1990 год. ЦРУ платила им за то, чтобы они вернулись к власти и сами инсинуировали на вас. Это продолжающаяся операция ЦРУ, проводимая в настоящее время. Так вот, в 1990 году ЦРУ перестала им платить, потому что холодная война закончилась и стена вот-вот рухнет. Она уже рухнула. Они были там. Но ЦРУ, дело не в том, что Соединенные Штаты перестали им платить, ЦРУ просто нашло другие способы платить. Например, вместо того, чтобы ЦРУ платила им напрямую, они используют Национальный фонд поддержки демократии. Или другие неправительственные организации для финансирования этих бандеровцев. И мы можем видеть по перехваченному телефонному звонку Виктории Ньюленд в 2014 году, что она знала, что люди, которых она выбирала, были близки за правый сектор за бандеровцев. Она намеренно пыталась продвинуть этих нацистов на высокие правительственные посты, потому что таков был американский план. Мы все это время использовали бандеровцев. И поэтому этот конфликт желателен не только для бандеровцев, но и для Соединенных Штатов, потому что он позволяет нам расширить возможности тех, кого мы действительно хотим, чтобы управлять страной. Именно по этому Конгрессу, опять же, стоит задуматься над этим вопросом. Давайте возьмем пример с хорошего американского мальчика еврейского происхождения по имени Джейми Баскин. Теперь он является представителем штата Мэриленд, и, боже мой, он благочестивый верующий еврей, и я уважаю это. Ты же знаешь, что он относится к тем людям, которые сильно переживали по поводу того факта, что доллары американских налогоплательщиков в 2015 году использовались для подготовки так называемого батальона Азов. И поэтому Джейми Баскин еще раз поддержал поправку к закону о разрешении на оборону, в которой говорится, что никакие деньги, деньги американских налогоплательщиков, не могут быть использованы, чтобы тренировать азовцев. А почему бы и нет? Потому что они нацисты. Сказал он, мы не собираемся платить за обучение нацистов. Это Джейми Баскин. В прошлом году, в 2022 году, Джейми Баскин был одним из нескольких конгрессменов, которые отрицали существование нацистов на Украине. Когда американцы напомнили ему об этом, американские представители напомнили ему, что существует поправка, запрещающая финансировать его деятельность. Сказал он, ты поддерживаешь Владимира Путина, распространяя ложь о том, что на Украине есть нацисты. Затем он повернулся и пригласил четырех азовских головорезов, убийц, нацистов в народный дом, где они пили вино и умирали. Им разрешили продавать нашивки с нацистской символикой, продавать их на аукционе в Конгрессе Соединенных Штатов, чтобы собрать деньги на что? Для нацистов. Мы потеряли наши моральные ориентиры. Мы сбились с пути истинного. Мы поддерживаем самых больных, самых грубых, самых одиозных людей на планете, и мы поддерживаем их, продолжая кровопролитие, продолжая эту войну. Мы знаем, что они не могут победить, но мы все равно делаем это, потому что цель состоит в том, чтобы убивать русских, а люди, которым нравится убивать русских, это те самые люди, которые любят убивать русских. Бандаристы. Да, пока ты говорил, я вспомнил твит украинской национальной гвардии, который все еще актуален. Я не собираюсь поднимать эту тему из-за возможных проблем с цензурой позже, но по сути это была украинская национальная гвардия, показывающая бойцов Азова, купающих свои пули в свиной крови, чтобы использовать их против чеченских боевиков, чеченских солдат тех, кто исповедует ислам. Вот насколько абсолютно справедливы эти обезумевшие фашистские силы. И к тому же, как ты сказал, главными их сторонниками являются Соединенные Штаты и страны НАТО. А еще я слушал тебя по поводу Ричарда Митферста, и, возможно, хотел бы просто сделать вывод по этому дипломатическому вопросу. Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты и НАТО знают, что делают. Эти европейские страны, Соединенные Штаты Америки, знают, что делают. Они знают, кого поддерживают. Они все знают. И якобы такие люди, как мистер Милли и Ллойд Остин, и эти люди, они знают, к чему это может привести, как вы говорили ранее о потенциале ядерной войны, и все идет своим чередом. Я уже не раз слышал, как ты говорил, что Соединенные Штаты готовы пойти на такой риск. Не кажется ли тебе, что есть какие-то силы, которые не хотят идти на этот риск? Когда я думаю только об отношениях между США и Китаем, очевидно, что есть представители бизнеса, руководители корпораций, руководители корпораций, которые не обязательно хотят идти на риск, связывая себя войной. Но с точки зрения внешнеполитического истеблишмента, как вы смотрите на это дипломатически с этой точки зрения, просто учитывая все то, что вы только что изложили, с точки зрения того, с кем Соединенные Штаты были готовы лечь в постель. Один из лучших способов решить ту или иную проблему, это точно определить ее суть первого раза. И прямо сейчас мы имеем дело с людьми в Вашингтоне, округ Колумбия, которые говорят, что решение проблемы заключается в том, чтобы продолжать удваивать расходы. Фактически продолжая эти инвестиции, уничтожение украинские мужчины и уничтожение западных технологий и так далее, потому что они говорят, что угроза настолько реальна, настолько глубока, что у нас нет другого выбора, кроме как сделать это. Так вот, обычно такого рода политика была бы оспорена народными представителями, Конгрессом Соединенных Штатов. Где вы собирали бы людей, проводили слушания, обсуждали этот вопрос и говорили, ну ты же знаешь, что уже говорил об этом, но позволь мне задать тебе один вопрос. Позволь мне потребовать от тебя ответов на некоторые вопросы. Давай обеспечим здесь хоть какую-то подотчетность. Давай проверим, знаешь ли, проведем некоторую проверку фактов. Конгресс этим не занимается. Прямо сейчас происходят кое-какие события. Я хочу привести тебе пример того, что Пентагон просто допустил ошибку в учете на 6 долларов 5 центов. Это миллиард долларов. Какого черта? Давай просто скажем, что это 6 долларов 5 центов. Еще миллиард долларов, которые нам могут пригодиться. Мы дважды пресекаем коррупцию, чтобы наша оборонная промышленность зарабатывала еще больше денег за счет американских налогоплательщиков. Насколько же глупыми мы можем быть? По-видимому, мы очень глупы. Никто не задает генералу Майли вопрос о том, знали ли вы об этом. Я имею в виду еще раз, вот лишь некоторые из моих вопросов, которые я хотел бы задать генерал Майли. Генерал, сколько времени требуется на подготовку американского морского пехотинца? И он сказал бы, что курс базовой подготовки составляет 13 недель. Этот морской пехотинец после прохождения базовой подготовки готов вступить в бой? Нет, сэр, нет. Теперь ему предстоит пройти углубленную индивидуальную подготовку, где он станет экспертом в своей военной специальности. Вау, спасибо, генерал. И сколько же времени это займет? На это уйдет еще один год, в зависимости от специальности, который может занять от 10 недель до нескольких месяцев интенсивной подготовки. Готов ли морской пехотинец прямо сейчас отправиться в бой, генерал? Нет, нет. Теперь морской пехотинец должен присоединиться к своему подразделению и начать интенсивную программу интеграции в учебную подготовку подразделения для выполнения, как вы знаете, конкретных задач, поставленных в Центре внимания подразделения. А сколько времени на это уйдет, генерал? На это может уйти от 6 месяцев до года. Итак, генерал, вы хотите сказать мне, что для того, чтобы морской пехотинец был готов к боевым действиям, он должен проходить подготовку в течение примерно полутора лет. Именно так и есть. Все в порядке. О боже, а теперь давай поговорим об украинцах. Как долго украинцы проходили обучение, ради которого ты приехал в Графен? Ну что же, среднестатистический украинец тренировался примерно 7 недель, максимум 5 недель. А теперь ты познакомил их с передовым оборудованием НАТО. Сколько времени потребуется на то, чтобы обучить их этому, научить кого-то управлять танком Леопард? Ну что же, обычно это обучение занимает около 5 месяцев. Сколько времени ты дал украинцам на это? Мы дали им на это около 5 недель. И вот теперь ты познакомил их с общевойсковой войной. Это очень сложная штука. Да, да, нашим подразделениям требуется от 6 месяцев до года, чтобы научиться проводить общевойсковые операции. А сколько времени вы дали украинцам на это? Мы обучили их за 4 недели. Итак, вы взяли украинцев без какой-либо подготовки, они не знают, как пользоваться оборудованием, и вы подвергли их чему-то доктринальному, чему они не могли бы научиться. А затем позволили им отправиться на войну. Ты убил их всех. Видишь ли, если бы американские войска были посланы в бой с таким уровнем подготовки, как украинские войска, Конгресс поднял бы громкий крик. Если бы 13 человек с мешками для трупов вернулись домой менее чем через 3 недели после какого-либо конфликта, Конгресс бы спросил, что черт возьми происходит. И если бы генерал Майли выступил перед Конгрессом и заявил, что отправит американские войска вместе с такой подготовкой, которую прошли украинцы, он проявил бы преступную халатность. Он будет привлечен к уголовной ответственности за то, что он сделал. То, что он совершил, является убийством. Но поскольку они всего лишь украинцы, все в порядке. Мы можем убить их, потому что нам на них наплевать. Такова ужасная реальность той ситуации, которую мы наблюдаем сегодня. Американцы утверждают, что им не безразлична судьба Украины. Черт возьми, они могли бы повсюду сигнализировать этими флагами, но нам на них наплевать, потому что в противном случае мы никогда бы не допустили, чтобы это произошло. Друзья так не поступают с друзьями. Нам наплевать на украинцев, и такова здешняя ужасная реальность. Мы делаем это не ради Украины. Мы делаем это против России. Мы готовы пожертвовать целой нации, целой нации ради дешевого удовольствия причинить боль нации, которая не желает нам никакого вреда вообще. Россия не стремится причинить вред Америке. Любой вред, который нам причинили, был причинен из-за наших собственных действий. То, что мы сделали с экономической точки зрения, ведя санкции против России, нанесло нам ответный удар, развязав войну на Украине. Этот вред заключается в уничтожении нашего оборудования. Но если бы мы не вступили в войну, наша техника не была бы уничтожена, украинцы не умирали бы сейчас. Ты же знаешь, что мы здесь наблюдаем. Мы разоблачаем отсутствие моральных ориентиров у американского народа и представителей нашего правительства. Мы нация, которая утратила связь с тем, что раньше определяло население. Когда-то мы были хорошим народом. Когда-то мы были народом, который верил в свободу личности. Мы верили в ценность человеческой жизни. Но теперь это уже не так. Больше так не будет. И некоторые люди говорят, Скотт, ты наивен. Мы никогда в это не верили. И да, ты мог бы доказать свою правоту. Корея, нам определенно не нравились корейцы, южнокорейцы, мы убили многих из них. Что касается Вьетнама, ну да, мы тоже убили много южновьетнамцев. У нас это не очень хорошо получается. Афганистан поставил под удар всю страну. А вот и Сирия. Да, нам это безразлично. Я думаю, что мне придется изменить свое заявление. Нам наплевать на кого бы то ни было, потому что мы находимся в состоянии дружбы с кем бы то ни было. Америка дружит только сама с собой, и даже в этом случае мы не дружим с ней, потому что посмотрите, сколько у нас бездомных. Посмотрите, как мы относимся к нашим этническим меньшинствам. Посмотрите, как мы относимся к афроамериканцам. Посмотрите, как мы относимся к любому человеку, к людям, у которых нет денег, потому что все, о чем мы заботимся, это деньги. Покажи мне эти деньги. Если деньги там есть, ты мой друг до тех пор, пока они не кончатся, а потом мы тебя бросим. Такова ужасающая реальность современной Америки, и это больная нация. Это действительно больная нация. Мы должны исцелить самих себя, и лучший способ сделать это, прекратить совершать преступления за рубежом во имя американского народа. Вернуть ресурсы домой и научиться переориентироваться на кем мы могли бы стать. Русские относятся к американскому народу с большим уважением, чем американцы к самим себе, и это говорит о многом.